всем привет сегодня разбираем планировку в которой будет проживать мужчина и кошка одна штука квартира находится в жилом комплексе редрок вот такое суровое название ставим лайк и погнали смотреть редрок построила небезызвестная компания т.н. на которую у меня было снято несколько видео кому интересно переходите смотрите ну а сейчас я разбираю конкретно взятую квартиру в конкретно взятом жилом комплексе от конкретного человека который обратился ко мне для того чтобы я из этого сделал что-то приличное пожелания клиента следующие проживать будет один человек с кошкой пока один в будущем возможно с дамой нормальная ситуация все рано или поздно начинают жить с дамой мы же там не с какой-то там горбатой горы что нужно в этой квартире нужно большое открытое пространство в существующей квартире такого нет маленькие комнаты они совсем не просторны а нужен простор второе человек дома не готовит поэтому кухня нужна маленькая буквально чтобы в ней что-то разогреть чай налить кофе сварить все еда прибывает с помощью курьера и как правило уже готовая третье нужно предусмотреть место для работы так как человек работает из дома и место для работы должно быть не одно а несколько потому что конкретно пишет человек работают сидя полу лежа на диване лежа на кровати и вообще как можно больше места где я могу менять локацию для работы с ноутбуком слушайте мне кажется это очень крутое замечание берите на вооружение потому что чем подробнее мы предусмотрим нашу будущую жизнь и пользование конкретной квартирой тем же нам под точнее вам потом и будет удобнее а что собственно не так с той планировкой которую предоставляет застройщик во первых длинный изогнутый коридор который только жирает пространство при этом нет места для того чтобы поставить шкаф сюда не поставить потому что места мало не получится на плечиках развешивать одежду маленькие комнаты 12 метров 13 метров и кухня гостиная 19 метров этого катастрофически мало даже несмотря на то что кухня требуется минимальная одна ванная комната в которую запихнули все что можно включая стиральную машину причем не полноценного размера обращаю на это внимание это значит будет некрасиво еще и химия добавится и прочие всякие некрасивые вещи а также здесь недостаточно мест хранения ну а теперь смотрим что я изменил и улучшил увеличил прихожую и появилось место чтобы поставить шкаф получилось это за счет того что старую перегородку я подвинул внутри кухни кухню при этом уменьшил и сделал так называемую кухню камбус напоминаю что по желанию заказчика кухня должна быть минимального размера так как там никто не готовит пожалуйста теперь кухня минимального размера и за счет этого удалось поставить шкаф в прихожей а также столик для того чтобы положить ключи поставить сумку пуфик на который удобно присесть и снять одеть обувь из прихожей сразу попадаем в зал за счет того что я убрал коридор и отдал его в пользу зала зал получился огромным но насколько это возможно в рамках данной квартиры теперь здесь помещается большая мягкая зона диван кресла журнальные столики все это обрамлено красивым ковром но немножко пофантазируем и представим как это будет в будущем напротив стоит телевизор на тумбочке и все это завязывается в так называемый композиционный узел за диваном расположился круглый столб люблю круглые столы не люблю квадратные потому что в квадратных столах есть углы о которых все время все бьются ляжками и потом у прекрасных девушек синяки на ногах это никому не нравится между прочим за столом находится огромный шкаф он же рабочее место вот такое превосходное решение когда вы хотите скрыть рабочий стол но при необходимости открыть и работать что имеется ввиду здесь дверки как в трамвае и троллейбусе знаете вот так вот складываются сложил разложил сложил разложил когда разложил садимся и работаем там компьютер и все прочее необходимое для работы когда пришли гости и мы не хотим показывать им свое рабочее место которое часто беспорядки раз закрыли и ничего не видно а чтобы не было видно этого большого шкафа просто выкрасим его в цвет стены если стены белые пусть и шкаф будет белым все это нанизано на центральную нос как бы сказал вовочка в анекдоте знает даже не знаете этот они анекдот вовочка что такое ос ос это большой полосатый мух нет вовочка ос это палка вокруг которой земля вертится из гостиной мы можем попасть на кухню в прихожую а также можем увидеть ванну сквозь прозрачную стену и это главная фишка в этом интерьере так как здесь живет холостяк то я могу похулиганить и предложить решение для этого человека более смелая нежели для семьи и так здесь у нас стеклянная стеночка сквозь которую из гостиной видно раковину отдельно стоящую представляете это же красиво не вот это вот прижимное чудище к стене а отдельная прекрасно выполнена например стекла раковина это же просто красиво далее душевая кабина в ней же стоит унитаз не ругайте меня пожалуйста я это решение часто применяю она рабочая вот еще раз вам даю ссылочку на видео пожалуйста смотрите все великолепно работает понимаете работайте а еще я вам оставлю ссылочку вот переходите где-то сверху сейчас в описании могу оставить ссылочку и наверное оставлю где наши друзья китайцы предлагают совмещение душа унитаза и раковины в одной кабине понимаете вот до чего дошла инженерная мысль и желание сэкономить квадратный метр так что ребята подумайте это же удобно а я делаю это еще и красиво так вот здесь в нише еще стоит стиральная машина и все это скрыто хотите шторочками хотите дверками самое главное скрыть чтобы не видно было но фишка в этой ванной это отдельно стоящая раковина напротив прозрачной стены и когда вы стоите умываетесь в окно то есть в стеклянную стену вы видите зал за залом окно сквозь окно красоту городскую ну правда же здорово и светло и просторно и ощущение воздуха вот такое решение в общем берите на вооружение если живете один или собираетесь то это в общем очень было бы интересно я имею ввиду про стеклянную стену кстати если это вас смутит пожалуйста используйте смарт стекло на кнопочку нажали бац и она матовая стала по поводу хранения здесь ванна есть большой узкий шкаф внутри которого мы можем спрятать много всего полезного и глаза не мозолят и удобно взять когда надо понимаете все классненько а по поводу зеркала здесь зеркало около раковины не предполагается знаете почему потому что одна из дверок вот этого шкафа открывается и внутри зеркала поняли как удобно открыли зеркало а там на полочках еще стоят мыло всякие зубные щетки и прочие полезности для умывания это просто рай для минималиста понимаете ничего нету на раковине ничего нету открыл зеркало зубная щетка закрыл ничего нету вот ну в общем напишите в комментариях понравилось вам или нет далее из гостиной мы попадаем спальню а спальня находится за раздвижной перегородочка вот она вот тут вот ездит хотим закрыли хотим открыли в общем как пожелаем так и будет если мы желаем уединиться в спальне нам достаточно пальчиком затронуть перегородочку сопроводить ее пожалуйста вуаля пространство закрыто здесь есть кровать тумбочка и огромный шкаф внутри которого поместится вся одежда не переживайте но когда мы из спальни выходим в общую так сказать комнату я напоминаю человек здесь один живет он открывает перегородку и все пространство на виду а это значит много воздуха много простора и ощущение вы понимаете какие ощущения свет и спальни из этих окон простора умотаться и это все на 60 квадратных метров но красота же а если вы еще сделаете вот эти стены шкафа дверцы шкафа и дальше отделку стен такими же деревяшечками сделать ну например шпонированные панели шпонированные дверцы и вот эти шпонированные дверцы где шкаф открываются а где стена идет они просто на стену наклеены и здесь наклеены и здесь наклеены и здесь наклеены получается вся стена шпонирована создастся ощущение что это единая стена которая идет туда куда-то далеко Ну, в общем, вы идею поняли, да? То есть наш глаз скользит и говорит нам, что здесь много места, друзья. Но вот такая фишечка, да. То есть никаких дверей. Если бы была дверь, то пространство бы воспринималось гораздо меньше. Как вам решение? Напишите в комментариях. И, кстати, можете сразу лайк поставить, подписаться и на колокольчик нажать. Потому что планировка-то огнище получилась. Ну, ну согласитесь, ну правда же здорово, а? Все на этом, друзья. Всем пока. Еще раз говорю, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Все, чао.